Приветствую любители прекрасного искусства Эрбур! Сегодня мы с вами будем тестировать краски фирмы Коза. Шесть цветов. Эти краски можно приобрести как по отдельности, так и в наборах. В наборах идут шесть основных цветов. Сначала мы попробуем делать какой-то фон и что-нибудь нарисовать. Нанесем небольшое количество красок, три цвета. Возьмем сначала краски. По качеству очень похожи черта на фирму Ордеко, под цветовой гамме, но они немного тяжелее, чем Ордеко. И немножко... Так... В принципе, на воде себя ведут неплохо. Хотя, иногда некоторые краски, особенно белые, сжимаются. Ну, это, в принципе, ничего страшного, но краски можно немножко настроить. Поэтому можно использовать желчь и дистиллированную воду. Практически все циатрические краски, они очень тяжелые. И большое количество их лучше не наносить. Наносить не больше трех цветов, иначе вода у вас будет последствия очень быстро разогрязняться, и краски будут очень плохо расплываться. Плюсы таких красок, то, что они очень яркие, очень яркие, как и на воде, так и на бумаге. Сейчас мы попробуем с вами посмотреть, как ведут себя они, протестировать, как ведет себя каждый цвет. Каждый цвет себя может вести абсолютно по-разному, потому что это зависит от пигмента, насколько тяжелый пигмент. Это краски можно настроить, любые краски, даже краски, которые полностью готовы, можно, каждый мастер все равно должен настраивать под себя, под свою работу. Нужно ли ему делать фоны какие-то, либо более сложные рисунки, где не нужна большая текучесть. Сейчас попробуем что-то с вами нарисовать. Давайте возьмем синенький. Синенький цвет не плывет хорошо, но немножко сжимается. Возможно, это с водой небольшой, не гораздо, а может и просто нужно немножко достроить, доделать красочку. Значит, что мы с вами сделаем? Сейчас зелененький. Зеленый хорошо расплывается. Я рекомендую при работе отливать краску в отдельную емкость, то есть не использовать те же бутылочки, с которых, с пипетками, как многие начинают капать из них. Особенно пипетки нужны для того, чтобы отлить краску в отдельную емкость, а не для того, чтобы с нее капать. Краска очень тяжелая, она у вас идет очень большой расход, во-первых, а во-вторых, она будет очень сильно падать на дно и загрязнять воду. То есть желтый, зелененький, неплохой цвет. Немножко нужно приспособиться. Красный чуть-чуть хуже, но в принципе половину. Посмотрим, в любом случае белый. Белый здесь самый тяжелый. Хотя в принципе тоже. Я могу сказать сразу, что не бывает плохих красок. Просто их нужно доводить до ума в любом случае. Хотя все производители многие позиционируют краски как готовые. Но краски нужно подстраивать под те условия работы, в которых вы работаете. От качества воды, еще раз говорю, очень сильно. От качества раствора, соответственно, будем очискать красок. От того, как они хранятся. Сейчас мы посмотрим, как выглядят на листике. Видите, осадок в принципе не такой большой у нас получился. Цвета достаточно яркие и сочные. Я думаю, что вполне такой наборчик подойдет. Такие краски для людей, которые только начинают работу свою. Как хобби, творчество. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...